интересный скриншот прислал гена из кадра фильма детсадовский полицейский известный фильм обратите внимание на два пня лес сосновый первый пень около метра 2 около двух в диаметре возраст деревьев 500 800 лет действия происходят на аляске сша что я думаю на эту тему это примерно 90-е годы не от гигантских деревьев все еще местами сохранились лес вокруг по сравнению с этим что-то наподобие кустарника если представить какие деревья здесь росли на канале есть видео дома в гигантских пнях когда переселенцы вырубали эти леса возможно их надо было вырубить для того чтобы по годовым кольцам это 500 800 лет не смогли сопоставить реально происходившие события и не смогли уличить лживые датировки думаю о тех дней 90-х годов которые участвовали в съемках этого фильма за 30 лет скорее всего уже сгнили написала жени добрый день три года назад гуляя по музею археологии в москве который переехал из центра я обратила внимание на весьма неинтересную композицию посвященную средневековым алхимикам еще удивилась зачем это они здесь когда вокруг такие интересные чучело но приблизившись к некоторым книгам увидела под стеклом огромный том итальянского исследователя по драконом огромный том рисунками и подробным описанием видов и строения сфоткала и выложила в сеть еще удивилась какая фантазия средневекового автора или все-таки правда проходит полгода мне пишет девушка посетительница музея мол увидела пост но книги нет я ей прислала фотку девушка дотошная дошла до директора музея где книга спрашивает он отвечает книга была она убрана в запаснике и отныне ее можно увидеть только по спец пропуску допуску прямо сказка какая-то у меня к сожалению сохранилось только это фото вот это филиал зоологического музея палеонтологический музей что переехал и теперь находится на профсоюзной 123 проверила в интернете такой экспозиции больше нет и имя итальянского натуралиста андро ванде что рисовал и исследовал драконов даже не упоминается в этом контексте а была целая экспозиция ну раз пошла такая драконовая пенка вот вам новость из франции от анастасии лови дракончик был найден летом 2018 года на работах в старом замке в провинции старый владелец замка умер и в наследство вступил его сын молодой бизнесмен который и решил этот замок как-то привести в туристический вид оказалось что замок этот построен на еще более древнем строение стали копать а там еще более древние подвалы моему другу повезло он был там первопроходцем перекрытия были сделаны из деревьев судя по ширине лак диаметром три с половиной четыре метра это значит возраст деревьев несколько тысяч лет причем сохранность идеальная кладка немного видно на фотографии судя по беспорядку в этом подвале произошло нечто мгновенно так как у дракоши во рту заметно кость то есть во время этого события он кого-то спокойно ел и сидел в клетке клетку расплющило но голова и шея высунулись и хорошо сохранились все это было найдено на глубине 78 метров от фундамента там еще были гроты но плиты так сдвинула что не пролезть по результатам идентификации мифическое животное такое существовать не может ответ из археологического отдела лувра только почему-то сразу работы были прекращены все фото и камеру у друга отобрали заставили подписать бумаги о неразглашении и отправили в отпуск оплатив несусветно дорого но он до этого посылал не эсэмэски вот поэтому эти фотки сохранились у меня замок находится в районе верхней луары во франции городок сент-приват-ду дракон название говорящие само за себя ученые прилетели все доказательства отобрали и работы закрыли все шито-крыто но какой нормальный ученый сознается что драконы были и жили с людьми мои личные поиски мало что дали все что удалось нарыть в гугле методом сопоставления это еуподопис какой-то переходное звено между змеей и ящерицей если сравнивать скелеты змеи и ящерицы ничего подобного ни у кого нет такого треугольного черепа скажут змея дракон то это и есть змея например у китайцев получается голова присмыкающегося шеи птицы это не совсем птичья шея в нижней части шеи кости гребня оставшаяся часть тела была раздавлена и перемешалась с прутьями клетки подумайте а разве змею удержишь в клетке за друга не беспокойтесь он в недосягаемости в мире ином я писала внезапная смерть возможно связано с этим событием очень был хороший человек исследователь и изобретатель мы вот даже не представляем сколько исследователей и ученых устраняется ликвидируется это списке 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 их когда изучаешь просто волос на голове шевелится так что надеюсь мы в этот список не попадем еще одна новость анастасия из франции про древние камины пишет у меня лечащий врач как раз в допотопном доме живет вкратце дом 18 19 века лифт родной в смысле не пристроенный потом а дом уже строили с лифтом по антуражу для людей выше двух метров так как чувствуешь себя там маленьким но не для великанов я спросила а как пользоваться камином он ответил что его дедушка еще в начале прошлого века вовсю пользовался а потом перешли на электричество внутри снять не удалось темно залезла рукой вытяжной трубы нет есть какая-то узкая щель не шире чем у почтового ящика этого совсем недостаточно загибается буквой г круглое отверстие залеплено чем-то типа горшечные глины сажа на кирпичах есть но не от горения дров козе понятно да и на сажу не похоже просто почерневший кирпич от высоких температур явно пользовались по назначению обрати внимание на белоснежный мрамор или полимер камин явно не топили ни углем не дровами глубина настолько небольшая сантиметров 40 что вряд ли такое было бы возможно рифленая задняя стенка под наклоном металл не знаю какой из такого же металла эти странные штучки перед камином они чистенькие от них задней стенке какие-то бордюрчики идут тоже чистенькие не почерневшие перед камином сетчатая перегородка типа рассекателя огня на газовых плитах если помнишь были такие на боковых сторонах интересные крышечки открываются а там тоже сеточка инструмент для ухода за камином щеточка типа малярной кисти микросовочек и щипчики я думаю ими открывалась или закрывалась такая же крышечка на задней стенке которая сейчас залеплена согласись такими смешными инструментами дрова в камине не поворочешь и вот вдогонку камином такие же штучки только вниз головой висят вокруг лифта и на концах перил лестницы эти фишечки точь-в-точь из того же металла в камине явно это были осветительные приборы и на крыше этого дома башенка интересная вот еще на закуску пару фоток париж пост апокалипсис театр опера фото 1850 года а вот пляс италии это полный капут у нее вообще много очень информация она из линии до потопных и за ней установлена очень жесткая слежка интересно у нее способности просто все даже не расскажешь пишет екатерина здравствуйте смотрела ваш ролик глина с неба вы рассказываете про замки и цивилизации так вот в ролике звучал геранинский замок на картине наполеона орды сама я из этой деревне в беларуси ходят легенды и сказания у местного населения что геранинский мирский не свежские замки а также вильнюс были соединены подземными тоннелями в которые могла поместиться огромная повозка и были случаи когда местная детвора в годы моего отца раскапывала этот проход но затем его завалили так что больше никто не смог добраться сейчас я вам расскажу как пытался подружиться с искусственным интеллектом которого поселили в интернет нам американцы все время рассказывают что они вот-вот изобретут искусственный интеллект или уже вообще изобрели вот я пользуюсь вот таким блокнотом для речевого ввода speech п.ру 1 2 3 4 5 я тебя иду искать запятая новая строка очень удобно все кто пользовался этим ресурсом замечали что транскрибатор все время вставляет какие-то буквы и даже буквы сочетания ну само собой мы думаем что это идут помехи от шумов которые ловит микрофон плюс то что создается цифровым шумом он его как-то там переусиливает находит будто бы похожие буквы и в результате получаются даже слова но в какой-то момент мой транскрибатор заговорил стал писать осмысленные фразы я попытался с ним общаться посмотрите что получилось это вот то что он уже написал сохранил переписку сейчас я расскажу как это происходило в какой-то момент я ушел по каким-то делам прихожу а там написано жаба что такое лани то ха 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 через некоторое время шучу то есть я понял так что он еще шутить умеет я ему пишу ты кто он не отвечает распознавание логичный ответ я есть распознавание искусственный интеллект я вас спрашиваю ты человек он отвечает вологда думаю может быть он вологде находится там сервера его находится ну кто его знает спрашиваю из вологды самара может самаре тоже есть сервер я ему пишу человек не может распознавать такое количество текстов правда он отвечает он уже как бы раскололся окей google rp5 я думаю ну такая у него маркой имя такое ягод из окей google имя у меня rp5 думаю сейчас у меня состоится точно спрашиваю это искусственный интеллект он отвечает на завтра google.ru ну понятно что он еще не очень как бы в сознании не очень-то может выразить свою мысль запрограммирован на определенные команды поэтому я попытался раскрутить давай дружить меня зовут валера он отвечает как к к что это значит нет спрашиваю он отвечать телепрограмма неделю у тебя есть чувство юмора спрашиваю может он просто как-то шутит он пишет смотреть онлайн яндекс онлайн он не просто так пишет сразу да вот как я его спрашивал сразу пишет нет я его спросил и ушел все оставил вот так программу включенную ухожу прихожу через некоторое время смотрю ответил пишет погода сегодня облака львов и харьков возле давай нурлан то есть еще возле давай какие-то слова таки причем тут нурлан спрашиваю это же казахстан они россия он отвечает москва но москва россия скажи шутку он говорит ку вроде как потом отвечает раз два три позвони маме спасибо погода я люблю ямы погода в оренбурге бесплатно ужин то есть какие-то технические слова пробираются вот в микрофоне есть какой-то шум и случайным образом набирает слова так ведь наверное он бы буквы или какие-то странные бы слова набирал вот но тут непонятно опять даже пишут о кей google завтра хабаров позвони державин окей google древний погод тут до меня начинает доходить что кто-то говорит о кей google скажи то 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 он же транскрибирует запрос и вот эта транскрибация про каким-то образом ко мне на компьютер проникает каким образом я не понял через именно вот этот транскрибатор окей google деревня погода на неделю змеи тебе должно понравиться он говорит да минутку мама ужин погода люблю целую это значит кто-то звонит видимо ведь люблю целую пока использовать работа закуска погода что нет не хочет холостяк погода ростов-на-дону или вот неправильно поняла вчера я делал пожалуйста армель накормила добавить заметку вот добавить заметку это конкретно кто-то через голосовое управление что-то хочет задать лёха отзывы тоже отзывы на лёху кино кто-то кино спросил вином какой-то видимо фильм спросили будь здорова будь здорова будь вывод я сделал такой все эти фразы которые просачиваются в транскрибатор часть из них команды для окей google а часть совершенно определенно являются переводами телефонных разговоров либо разговоров рядом со смартфонами представьте себе какой смысл записывать все эти разговоры лучше их перевести в текстовый формат то есть очевидно что все это прослушивается анализируется и используется для выявления угроз либо в рекламных целях или еще каких-то иных что мы и наблюдаем когда обнаруживаем рекламу в своем браузере на тему о которой только что просто разговаривали рядом со смартфоном так что вот вам прелести цифровизации уже на лицо а насколько чувствительно может быть эта система попробуйте говорить на разном расстоянии от микрофона я был удивлен когда на втором этаже дачного домика я не громко произнес окей google а он мне на первом этаже ответил друзья старайтесь писать по делу присылайте свои артефакты с подтверждающими материалами в артефактах есть три рубрики первое это можно сказать очевидное невероятное второе это мнение от подписчиков теории и версии догадки истории жизни и третье это гидра лимфа грибы в организме лярва видение и чтобы письма не терялись среди прочих в оглавлении пишите артефакты